Итак, если у вас есть Библия, сегодня мы продолжим говорить на тему, которая никого не оставит равнодушными. Если вы этого не поймёте, вы не поймёте Библию. Сегодня я разложу всё по полочкам. Рассмотрю с разных ракурсов. Дойду до самой сути, потому что всякий раз, когда я об этом говорю, я сталкиваюсь со скептицизмом и недоверием. Скорее всего, мы с вами в этом похожи. Многое из того, о чём Иисус говорил в Евангелиях, было для меня непонятно. А всё потому, что я не знал и не понимал того, что крест стал величайшим сепаратором в истории человечества, разделив её на до и после. И это должно стать для нас тем мерилом или критерием, который поможет нам понять, понять, что было сказано, кому это было адресовано, когда Он это сказал, и не пытаться принять на свой счёт то, что предназначалось кому-то другому, и тем самым искажая смысл сказанного. Давайте начнём. Как вы помните, мы с вами уже открыли первую главу Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, первая глава. А теперь, когда вы её открыли, откройте ту страничку, где чёрным по белому написано, где написано Новый Завет. Нашли? Так и написано. Новый Завет. Хорошо. Это разделительная страница между книгой пророка Малахии, последней книгой Ветхого Завета, и Евангелием от Матфея. А что на ней написано? Новый Завет. Хорошо. Подумать только. Эта страничка есть в каждой Библии на Земле. А значит, всё то, о чём я буду говорить, находится в полном соответствии с Библией. И так, пусть это у вас отложится, и постарайтесь это запомнить, потому что это своего рода вступление в Новый Завет, который провёл черту между старым и новым, когда мы дошли до этой черты. По умолчанию принято считать, что Новый Завет начался с Евангелия от Матфея. Правильно? И затем получил своё продолжение. Итак, с этого дня я позволю себе пуститься в крайности и говорить действительно радикальные вещи. Я буду крайне... Здесь подойдут любые синонимы, которые сочетаются с моими предыдущими высказываниями. Но я вам это докажу. От вас мне нужно, чтобы вы абстрагировались от своего привычного религиозного мышления и послушали меня. Что я не впал в ересь. Не выжил из ума. Не переел. Это истина. И скоро вы сами всё поймёте. Итак, для начала откроем следующее местописание. Это послание к Евреям, 9 глава, 16 стих. Евреям 9, 16. Нашли? Хорошо. Сейчас я его открою. Итак, 16 стих. Давайте прочтём его в месте слух. Готовы? Читаем. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Давайте мы на этом остановимся. Как вы понимаете, когда речь идёт о завещании, что должно произойти? Ну, чтобы завещание вступило в законную силу. Должна наступить смерть завещателя. Должна наступить смерть завещателя. Правильно? Кто-то должен умереть. По закону вы не можете вступить в права наследства до наступления смерти завещателя. Так? Хорошо. Итак, в соответствии с тем, что мы только что прочли, давайте перечитаем 16 стих ещё раз. Готовы? Читаем. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Прочитайте следующий стих. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Перечитайте последнюю фразу. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Получается, что пока завещатель жив, завещание не имеет законной силы. Правильно? Не имеет законной силы. Хорошо. Давайте разберёмся. Итак, я составил завещание, согласно которому я оставляю всё своё имущество своим детям. И отдал его на хранение. В любом случае, завещание не имеет законной силы, пока я жив. Пока я жив, по нему никто ничего не получит. Оно не вступило в законную силу, потому что я ещё жив. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Итак, то, что вы, возвращаясь к этому месту из Матфея, я не хотел это так называть, но и так, читая Евангелие от Матфея, мы видим, что это своего рода начало, отправная точка Нового Завета. Совершенно верно, но Матфей пишет не о смерти, а о рождении Христа, тогда как наша жизнь изменилась не через рождение Христа, равно как и новое завещание вступило в силу не по факту Его рождения. Наша жизнь преобразилась не через рождение, а через смерть Христа. Вы получили новое рождение и были вписаны в завещание не по факту Его рождения, а по факту Его смерти. Всё то, к чему мы получили доступ, мы получили не через рождение, а через смерть Христа. Мы были исцелены, искуплены, свободны, здоровы. Мы сделались праведностью Божьей. Мы освящены, искуплены. Мы имеем мудрость не через рождение, а через смерть Христа. Без Его смерти мы не получим доступ к завещанию. Правильно? Но если Новый Завет, новое завещание не вступило в силу до дня Его смерти, вы сами можете закончить. Вы знаете, что я собираюсь сказать. Если оно не имеет законной силы до дня Его смерти, очевидно, что событие, которое положило начало Новой Эры, это смерть Христа, а вовсе не Его рождение. Смерть Христа, а не Его рождение, положило начало Новому Завету. Смерть Христа, а не Его рождение, положило начало Новому Завету. Вот что я вам скажу. Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Анна. Я никого не пропустил? Их же четыре, правильно? Это не Новый Завет. Да, но они же находятся в Новом Завете. Там ведь так и написано, Новый Завет. А потом идёт Матфея, Марка, Луки и Анна. Нет, нет, нет. Сейчас я вам объясню. Матфея, Марка, Луки и Анна — это Евангелие, добрая весть о Христе. Но это не начало Нового Завета, нового завещания. на основании которого мы будем жить дальше. Откройте четвёртую главу послания к Галатам. Галатам, четвёртая глава. Так, может, их вычеркнуть? Нет, нет, нет. Я просто хочу указать на ряд важных моментов, которые вам непременно помогут понимать Библию. Галатам, четвёртая глава. С четвёртого стиха. Кто нашёл, скажите «Аминь». Давайте прочтём четвёртый стих вместе вслух. Готовы? Читаем. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону». В расширенном переводе написано «Но когда пришло подходящее время, Бог послал Своего Сына, который родился от женщины, подчинился предписаниям закона». Это значит, что эра Нового Завета берёт своё начало не от Христа. Посмотрите, что здесь говорится. «Иисус родился под законом». «Иисус был рождён под законом». «Иисус родился как пророк, который подчинился закону». Подчинялся закону. Закон был дан еврейскому народу. «Иисус родился под законом». Пятый стих. «Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Итак, Иисус родился под законом для чего? Чтобы искупить подзаконных. А кто такие подзаконные? Это евреи. «Иисус родился под законом». Он был евреем. Он родился под законом, чтобы освободить евреев от закона и ввести их в Новый Завет, который распространился на язычников. Закон не распространялся на язычников. Они были лишены этой чести. Вместо этого на них распространился Новый Завет. Бог распространил Новый Завет на язычников, чтобы возбудить ревность у евреев и через это освободить их от закона. Понимаете? Бог говорит, «Я распространю на язычников Новый Завет и через это заставлю евреев возревновать настолько, что они захотят выйти из-под закона, увидев все то, что Новый Завет дал язычникам. Но когда язычники провалили возложенную на них миссию, у евреев пропало всякое желание что-либо менять, видя, что теперь уже язычники пытаются встать под закон, от которого Иисус пришел освободить евреев. Понимаете? Возникает вопрос, правда ли, что Новый Завет начинается в первой главе Матфея, а эра Нового Завета с младенца в яслях? Ответ напрашивается сам собой. Нет. Нет. Давайте скажем. Великий разрыв. Еще раз. Галатам 4 глава с 4 стиха. Иисус родился под законом, как и все те, кто Его окружали, жили под законом. Итак, Иисус родился под законом, равно как и все Его окружение. Иисус родился под законом, равно как и все Его окружение. Иисус был рожден под законом, равно как и все Его окружение. И когда мы читаем о Христе, когда мы читаем Евангелие Матфея, Марка, Луки и Анна, мы читаем о Христе, рожденном под законом, который был послан к живущим под законом. Иисус, рожденный под законом, был послан к таким же, как Он под законным, чтобы освободить их от закона. Читая Евангелие, Матфея, Марка, Луки и Анна, мы наблюдаем двойное служение Иисуса. Двойное служение Иисуса. Его первое служение состояло в том, чтобы показать нам истинное назначение закона. чтобы показать евреям, живущим под законом, его истинное назначение. В пятой главе Матфея Иисус говорит, что пришел не нарушить закон, а исполнить, чтобы вам не пришлось этого делать. Приведу пример. Представьте себе такую картину. Идут Олимпийские игры, в ходе которых вам предстоит покорить неприступную горную вершину, которая убьет любого, кто на нее покусится. Иисус приходит и говорит, а давайте я это сделаю. Ему это удается. Он устанавливает новый рекорд и говорит, чтобы больше никто не пытался это повторить, потому что это может убить. Я это сделал, и я вам говорю, не ходите туда. Он приходит и говорит, я исполнил весь закон, не для того, чтобы вы пытались это повторить, но чтобы избавить вас от этой необходимости. Вы понимаете, я сделал это для вас, за вас. я сделал за вас, чтобы показать вам лучший путь. Я пришел освободить вас от закона. Я пришел исполнить закон и освободить вас от закона. Вот что он пытается сделать. его служение состоит в том, чтобы показать нам истинное назначение закона. Закон был призван указать человеку на его немощность, пробудить чувство вины и осуждения, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, что этот закон, даже будучи совершенным, не сделает вас совершенными. Даже будучи святым, он не сделает вас святыми. Совершенный, праведный, святой закон не способен сделать человека совершенным, праведным и святым. Если бы закон вел к праведности, то был бы и закон праведности. Вот что он пытается сказать. У меня есть лучший путь. Закон призван показать вам тщетность ваших усилий, тщетность ваших трудов, тщетность ваших попыток. Закон дан, чтобы однажды вы могли сказать, «Мне нужен Иисус. Мне нужен Иисус. Я не могу исполнить закон. Мне нужен Спаситель». Все, что делал и все, что говорил Иисус на протяжении своего земного служения, имело целью убедить евреев, живущих под бременем закона, что отныне нет необходимости исполнять все предписания. В этом истинное назначение закона, и это первое служение Иисуса, которое вы увидите, читая Евангелие. Но есть еще и второе служение, которое состоит в том, чтобы показать людям лучший путь и подготовить их к Новому Завету. Второе служение Христа состоит в том, чтобы подготовить людей к Новому Завету, к новому образу жизни. Вот мы слышим, как Он говорит людям о законе, о том, что им это больше не нужно, что в мир пришел Спаситель и исполнил то, что они не могли. Как вдруг, на половине фразе, Он начинает пророчески возвещать наступление нового этапа в жизни, говоря о наступлении Нового Завета. Большую часть времени Он обращается к евреям, живущим под законом. Он исполнил весь закон, а посему имеет полное право, как никто другой, учить этому других. Он говорит, «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Иными словами, Он говорит, что закон и дальше будет играть роль проводника, приводя людей к пониманию того факта, что им нужен Спаситель. Кто понял, скажите «Аминь». Это понятно? Итак, Новый Завет еще не наступил. Лишь 33 года спустя, по смерти Христа, Новый Завет вступил в силу. Новый Завет вступил в силу 33 года спустя. А что же тогда происходит в Евангелиях? А происходят удивительные события. Бог открывает людям истину. Но если мы не научимся их читать, читать между строк, усматривая проблески грядущего Нового Завета, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Все то, что Он говорил, предсказывая наступление Нового Завета. в то же время нас преследуют отголоски прошлого. Если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Какое отношение это имеет ко мне? Как прикажете это понимать? Как это воспринимать? Стоит ли мне понимать это буквально или гипербола? Или мне следует воспринимать это как то, о чем мы только что говорили? что это адресовано тем, кто живет по закону. Понимаете, о чем я говорю? Все то, что написано в Евангелиях, можно интерпретировать по-разному. Но если вы будете смотреть на это под неправильным углом, вы будете обмануты и пойдете не по тому пути. Если будете читать Евангелие, не понимая принцип двойного служения Иисуса, в результате чего вы окажетесь в эмоциональном загоне, в тупике, не понимая, как все это можно исполнить. Читая Евангелие, мы то и дело будем сталкиваться с тем, какие сильные слова. Например, в Евангелиях мы читаем, что если вы не прощаете, то и Бог не простит вас. Хотя это написано в Евангелиях, это не имеет никакого отношения к Новому Завету. В Новом Завете мы читаем, что Бог простил вас не по делам вашим. Понимаете, это производит смущение в теле Христовом, потому что нас так учили, что если я не прощу моего брата, то и Бог не сможет простить меня. Хотя в рамках закона, в котором у Бога была своя функция, а у меня своя, которую мне надлежало исполнить. Это действительно было так. И если я не прощу, то нет мне прощения. Таким образом, поняв, кому это адресовано, мы поймем, что здесь происходит. Но теперь в Новом Завете я отошел на второй план. И ничего из того, что я делаю, не изменит его позицию. Он уже решил. Он поклялся собой простить меня, независимо от моих дел. Какое великое откровение. Итак, любое ваше решение будет иметь последствия. Ну, разумеется, если я отказываюсь прощать окружающих, как следствие, я буду испытывать стресс, озабоченность и тому подобное. Любой грех имеет последствия. Любой грех имеет последствия. Так не бывает, чтобы грех был без последствий. У плохих решений есть последствия. Не думайте, что можете жить, как вам заблагорассудится. Не заботясь о последствиях. Любое плохое решение, неправильное решение, любой грех будет иметь свои последствия. Но нет ничего, что бы вы сделали или собираетесь делать, что способно изменить то, что сам Бог поклялся сделать. Понимаете? Бог настолько благ к вам, что вам не удастся вынудить Его солгать себе. Вы не заставите Его пересмотреть свои обещания. вы не заставите Его прогневаться на вас. У вас никогда не будет возможности почувствовать, каково это, когда Бог решает, «Я больше никогда тебя не прощу». Не бывать этому. Он говорит, «Я не уподоблю новый завет старому». «Я не уподоблю когда у вас была возможность исполнить свою роль в этом, но вы ее не исполнили, и за это я презрел вас. я не сделаю такой завет, когда вы будете определять мое отношение к вам». В Новом Завете я поклялся собой, я поклялся себе, и ваше предательство не остановит моей верности. Бог говорил со мной и попросил меня уделить этому некоторое время, потому что людям свойственно забывать великую силу Нового Завета. А знаете, в чем она заключается? В том, что Бог убрал человека из уравнения, Он прощает вас, Он явил вам свою милость и не помнит ваших грехов и беззаконий. Грандиозно. Если вы будете грешить, вы, конечно, попадете в рай, просто это случится намного быстрее, чем было задумано, потому что у любого греха есть последствия. Не думайте, что раз вы в Новом Завете, теперь можно напропалую грешить. Запомните, раз и навсегда, каждый грех, каждое неправильное решение повлечет за собой последствия. Великая разделительная черта, которая пролегла между законом и Новым Заветом. Истина Креста – великая черта между законом и Новым Заветом. Итак, в своей этой великой крестной черты как мы понимаем учение Христа в свете великой разделительной черты? Граница между законом и Новым Заветом пролегла через крест, а это означает, что учение Иисуса Христа остается на той же стороне Креста, где был закон, вплоть до Его смерти. Только после нее мы оказываемся с другой стороны, где находится Новый Завет. Как же нам теперь смотреть на учение Христа? Как нам понимать учение Христа теперь, когда мы знаем, что крест – это великая черта? В служении Христа всегда было два конкретных главных приоритета. Я еще раз повторю, какие они. Вторая цель Его служения заключалась в том, чтобы пророчествовать о том новом, что грядет, о свободе от правил, установлений и религиозности. Он говорил о том, что грядет эпоха благодати, система, при которой мы получаем возможность называть Бога Авва Отче. Это второе служение включает такие понятия, как любовь, свет, новая жизнь. Но никогда не надо забывать и о первом служении Иисуса Христа. Оно заключалось в том, чтобы просветить всех окружающих насчет истинного Духа Закона. Вот эти два Его служения. И если вы будете иметь это в виду, читая Евангелие, вы начнете видеть это очень ясно. Я понимаю, вы можете подумать, ну и что, что тут такого? Давайте откроем пятую главу Евангелия от Матфея, я покажу вам, что тут такого и почему это так важно. Если вы не подозреваете о существовании этой разделительной черты, это приведет к тому, что ваше понимание некоторых очень важных мест Писания окажется размытым. Откройте, пожалуйста, пятую главу Евангелия от Матфея. Извините. Евангелие от Матфея, пятая глава. Я дополню кое-что. Давайте начнем с седьмого стиха. Иисус говорит здесь, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но что? Исполнить». Это надо понимать правильно. Исполнить — дать полноту. Ибо истинно говорю. Знаете, вот что интересно. Он говорит, «Я пришел не нарушить, а исполнить». Очевидно, что никто другой исполнить его не смог. Поэтому Иисусу пришлось пойти и сделать то, что никто не мог. Итак, Он говорит, «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, все должно было исполниться, верно? Иисус наш Герой. Аминь. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Здесь Он снова обращается к иудеям, живущим под законом. Вы уже понимаете, какую путаницу это вносит в нашу жизнь, если мы не толкуем эти слова как то, что сказано людям под законом, к которым Он обращается. стих 20-й. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Вы видите, как тут Он обращается к иудеям, живущим под законом, потому что моя праведность по вере, так? 21-й стих. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду». 22-й стих. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит геене огненной». Он снова обращается к людям, живущим под законом. «Если применять то, что мы только что прочитали, к своей жизни, у нас оказываются проблемы. Особенно если учесть, чем оборачивается безумный». 23-й стих. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». стих 27-й. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Смотрите, что тут говорит Иисус. Он объясняет, «Вы все слышали, не прелюбодействуй, но я говорю вам, если вы посмотрите на женщину и просто подумаете, вы уже прелюбодействуете». Если это так, представьте, сколько людей сразу оказывается за бортом, потому что они думают, «Как я могу контролировать до такой степени свои мысли, когда у меня их тысячи?» Иисус обращается к тем людям, которые живут под законом и показывает, что совершенно невозможно исполнять все по закону. Вы не собирались прелюбодействовать в прямом смысле, но истинный дух закона — это если даже ты посмотришь на нее не так, если допустишь неправильную мысль в сердце. Иисус стремится подвести этих людей, живущих под законом, к такому моменту, когда они скажут, «О, Господи, мне самому это не под силу, мне нужен Спаситель». В 29-м стихе Иисус продолжает, «Если же правый глаз твой соблазняй тебя, тогда что?» Если Он обращается с этими словами сегодня к нам, «Я не знаю, как насчет ваших правых глаз, но я бы точно уже был без правого глаза». И что там? Он говорит, «Мало вырвать глаз, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Мы что, уже об аде заговорили? Тут сказано, «Надо вырвать глаз, выбросить его, чтобы не попасть в ад целиком?» То есть, в ад отправится часть тебя, а не ты целиком. Но, возможно, у тебя есть шанс попасть туда и целиком. Скажите, «Мне нужен спаситель». Это все равно, что сказать в определенной ситуации. «Мне нужен адвокат». «Мне нужен спаситель». «Мне необходим кто-то больше, чем я». У меня нет всего, что нужно. Дело вот в чем. Все это продолжается дальше. Но вот в чем проблема. Все это приводит к осуждению. И я представляю, как какой-нибудь парень, сидя в церкви, читает вот эти слова, а потом смотрит вокруг и пытается их применить ко всем, кого видит там в это воскресное утро. Или я могу найти дальше в Матфея 20, где сказано, «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своей, всем разумением своим, всей крепостью своей». А потом, после этого, возлюби ближнего своего, как самого себя. И в этих двух заповедях заключается весь закон и пророки. Друзья, помню, раньше я проповедовал такие замечательные проповеди по этим стихам. Пока в один прекрасный день Бог не проговорил со мной на чистоту. Он спросил, «А ты действительно любишь меня всем сердцем, всей силой и крепостью, всем разумением?» И я призадумался. Я ответил, «Хочу любить». Но послушайте меня, вот в чем вопрос. Я не хочу вдаваться во все это слишком подробно, вы можете послушать записи на эту тему. Как я толкую это? Как я толкую то, что легко можно охарактеризовать как жесткое учение Христа? Или вам оно не кажется жестким? Если твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее. Потому что я не понимаю, как это столковать. Это написано красными буквами. И если твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее. Значит, с этой церковью что-то не так, потому что это слова самого Христа. И если они относятся к нам сегодня, то во время прославления повсюду должны торчать обрубки. Тогда мы должны хлопать, как морские котики ластами. В общем, или тут что-то не так, или мы чего-то не делаем. Или люди не отрезают себе руки, как тут сказано. Понимаете, о чем я? Поэтому нам надо понять, как это истолковывать. Толковать эти слова можно тремя способами. Во-первых, буквально. Если вы читаете это буквально и трактуете буквально, тогда остается проблема. Потому что если читать буквально пятую главу от Матфея и буквально толковать ее, похоже, никто не толкует ее буквально, потому что я тут ни у кого не вижу отрубленных рук. Если это надо понимать буквально. Но, по-видимому, никто так не делает, потому что тут ни у кого не вырван глаз. Так что, может быть, буквально истолкование — это не то, что ожидается здесь. Как насчет того, чтобы толковать это как преувеличение? Толкование этих слов как преувеличение выглядит так. Иисус не имел в виду то, что Он тут сказал. Он просто хотел дать понять, что к греху надо относиться очень серьезно. Ну, во-первых, я бы не стал даже пытаться определить, что имел в виду Иисус. Вы понимаете, о чем я? Он сказал то, что сказал. И как ни крути, речь все равно шла о рае и аде, об отрубании рук и все в этом роде. И что мне взять слова самого Иисуса и сказать, да он вообще не то имел в виду. Он тут просто преувеличивает, чтобы показать вам, что вы не делаете того, что вам надлежит делать. По-моему, это немного рискованно. Я не хочу шутить с этим. Но может быть, может быть, нам стоит рассмотреть третий способ истолкования. Я сейчас постараюсь описать этот третий способ истолкования на примере человека, который приходит в кинотеатр. где ему выдают специальные очки. 3D. Вы когда-нибудь смотрели кино в 3D? Надеваешь очки и видишь все как надо. Все встает на свои места. А вы когда-нибудь пытались снять очки и глянуть, как будет без них? Тогда перед глазами все путается, верно? Может быть, все дело тут в том, что если мы хотим понять учение Иисуса в Евангелиях, мы должны удостовериться, что смотрим на Него через призму Нового Завета. потому что, если эти очки отсутствуют, все перепутается. Но надев эти очки, мы начинаем видеть все на своем месте. И как раз это я вам всем сегодня пытаюсь показать. Нельзя просто брать Библию и толковать ее ошибочно. Как заблагорассудиться? Я постоянно получаю письма такого рода. А вот, знаете ли, брат Доллар, у Матфея сказано то-то и то-то. И вот что я говорю вам. Бог скорый зальет свой гнев на землю. Знаете, я не могу это принять, потому что я читаю Библию через призму Нового Завета. И глядя через эти новозаветные очки, я вижу, что весь Божий гнев уже принял на себя Иисус Христос. И Библия говорит, что на нас гнева больше не осталось, потому что весь Божий гнев излился на тело Иисуса Христа. Весь гнев, Божий гнев, излился на тело Иисуса Христа. Вы меня не слышите. Вы так и будете ждать, что Бог изольет на мир свой гнев, и изольет свой гнев на тело Христова? А я говорю вам сейчас именем Иисуса Христа, что Он на нас больше не сердится. Иисус пришел и умер за весь мир и сделал спасение доступным всем и каждому. И Он не изольет. У Него не осталось гнева, чтобы излить на вас. Да, в конце времен будет кое-что, но не в данный момент. Я не собираюсь бегать и пророчить. Грядет Божий суд на США. Я говорю вам, Он уже осудил США. И знаете, как осудил? Он вынес вердикт каждому человеку в США, что тот достоин родиться свыше и принять то, что сделал для него Иисус Христос. как это злит некоторых, потому что есть люди, которые живут тем, что пытаются запугать остальных. Смотрите, в эту полночь все силы ада вырвутся на свободу. Может быть, нам надо надеть очки и посмотреть на все через призму Нового Завета. И вот поэтому некоторые люди все извращают. А те, кто смотрит через очки Нового Завета, видят все как следует. Возможно, некоторые идеи поселились у вас в голове в результате такого искажения, потому что вы читали Евангелие не через призму Нового Завета. Может быть, вы приобрели религиозное мышление, потому что восприняли их в искаженном виде. Неплохая идея заново перечитать Евангелие и, надев правильные очки, вы сразу же начнете видеть всю силу Божьей любви. У меня есть отличная иллюстрация. Послание к евреям без новозаветных очков может просто свести вас с ума. Помните 10-ю главу Послания к евреям? Я вам напомню пару таких мест. В 10-й главе Послания к евреям говорится о тех, кто произвольно грешит. И потом еще, как же там, евреям 10-26 не остается боли жертвы за грехи, за грехи тех, кто грешит произвольно. Давайте откроем это место, потому что я хочу показать вам на его примере, во что превращается жизнь, если читать это не через призму Нового Завета. Евреям 10-я глава. Откройте 26-й стих. Здесь говорится, «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается боли жертвы за грехи». Всю свою жизнь, можно я буду с вами откровенен, каких только истолкований этого стиха я не слышал за свою жизнь. Во-первых, если мы произвольно грешим, я думал, а этот грех это произвольный грех или это ошибка? Знаете, что я вам скажу? Всякий грех произвольный. Всякий грех произвольный. Вы не наткнулись на него случайно. Вы думали о нем и согрешили сознательно, произвольно. А потом приходило осуждение, «О Боже, я произвольно грешу за мой грех, больше не остается жертвы. Бог не простит меня, я пропал, я попал в ад». Чего только не крутилось у меня в голове. Знаете, что произошло дальше? Я надел новозаветные очки. Произвольный грех через призму нового завета после того, как пришла истина. Иными словами, что значит «не остается жертва за грехи»? Иисус — последняя жертва. И если вы по-прежнему пытаетесь получить прощение, принося в жертву кровь козлов, тельцов и прочих животных после пришествия Христа, не остается больше жертвы козлов, тельцов и других животных, которая бы сработала в вашем случае, потому что последней жертвой стал Христос. И если вы произвольно продолжаете приносить в жертву животных после того, как пришел Христос, эти жертвы больше не действуют, потому что единственный путь это Иисус. Вы это увидели и моментально получили подтверждение в духе. Верно, потому что это так. Или помните еще одно место кажется в послании к Колоссянам, где говорится о страхе смерти. Позвольте мне еще раз вернуться к нему. Давайте обратимся к посланию к Колоссянам. Чтобы вы увидели сами. Послание к Колоссянам, вторая глава. Через всю жизнь были подвержены рабству. Где же это? Про всю жизнь были подвержены рабству. Евреям. Послание к евреям. К евреям, вторая глава. Вторая глава, стих 15-14. Давайте вместе прочтем стихи 14-15. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». прежде всего, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Знаете, кто это был? Иудеи, которые жили под законом. Провинившись, они осознавали, что они могут потерять жизнь или руку, или ногу, или глаз. И Бог говорит здесь, что благодаря тому, что сделал Иисус, Он избавил тех, кто всю жизнь боялся смерти, боялся того, но что уже осудил их закон. Но что получается? Когда у нас нет этих новозаветных очков, мы не в состоянии ясно видеть происходящее. И вот что я скажу, дамы и господа. Ясно все видеть можно, только если вы начнете понимать, что этот исторический рубеж, крест Христов, это великая разделительная черта. И закон по одну ее сторону, а по другую Новый Завет. Поэтому сейчас правильно читать Евангелие о Христе через призму Завета, через такие очки, которые показывают вот эти люди были под законом. И Иисус показывал им истинный дух, стоящий за законом. А еще Иисус предсказывал и пророчествовал о пришествии новой эпохи, о приходе нового договора, о приходе этого Нового Завета. И тогда мы будем читать этот Новый Завет. О, Господи! И мы начнем так ясно видеть, что сделал для нас Иисус. Что мы имеем право на эти обетования, о которых Бог поклялся самим собой, что мы их получим. Но у нас такое отношение, сами знаете. Да не надо меня учить. С какой стати этот проповедник будет меня учить? Я сам читаю Библию для себя. Что если ты читаешь ее неправильно? И ты ходишь и всем рассказываешь, вот в Библии говорится, и подходит к тебе кто-то и говорит, брат, у меня возникают такие мысли мерзкие, похотливые, что мне делать? А ты ему, ну все, что я знаю, в Библии сказано вырви глаз. Смотри, он тебе скажет только ты первый. Во времена моего детства были такие церкви, где берут змей. По-моему, они еще есть. И как-то ко мне подходит друг и спрашивает, ты верующий? Я сказал, ну да, верующий. Он говорит, а давай проверим. Пошли в следующее воскресенье в ту церковь, где змеи. Если тебя змеи укусят, значит у тебя нет веры. И даже в то время я уже понимал, что тут что-то неправильно. Идти в церковь со змеями, чтобы проверить, есть ли у меня вера. Я сказал, не пойду я никаким змеям. Посмотреть, есть ли у меня вера. Нет такого в Библии. Там сказано, что нам дана власть наступать на змей, скорпионов и так далее. Но не им мне говорить, есть у меня вера в это или нет. А вскоре после этого вышла книжка Фредерика Прайса «Вера, глупость или самонадеянность?» Выбирайте. Вы меня слушаете? Друзья, я вас воодушевляю. Перечитайте Евангелие заново. Примите во внимание то, о чем мы сейчас говорим, что если вы наденете новозаветные очки, вы будете видеть самые изумительные истины Нового Завета. помните, помните, как Иисус разговаривал с той женщиной у колодца? Он сказал ей кое-что. И многие даже не понимали смысла этих слов. Был закон, предписывающий поклоняться Богу в определенном месте. Но Он говорит, «Настанет время, когда вы будете поклоняться Мне в Духе и в Истине. И не надо будет для этого ходить в определенное место. Вы будете находить рассыпанные по всем Евангелиям золотые слитки откровений о Новом Завете, которые начинает возвещать Иисус. И чем больше вы будете видеть, как Иисус пророчески говорит о Новом Завете, тем больше вы будете влюбляться в Христа, который на каждую мелочь, на каждую деталь нашей жизни распространил Свой Новый Завет. Но вот та деталь, которую Он покрывает целиком и полностью. Он простил вам все ваши грехи. Откройте 8 главу послания к евреям. Я хочу вам это показать. Просто не терпится, потому что Дух Святой открыл мне, что некоторые из вас проходят через какие-то ситуации и не понимают, почему, и враг очень старается внушить вам. Это потому, что ты делал то-то или не делал того-то, или должен был делать. Это не Новый Завет. И вы должны напоминать себе, может быть, сейчас в вашей жизни не все гладко, но нельзя винить себя. Субтитры создавал DimaTorzok,